Всем добрый день. Возвращаюсь, тут такая лохматая. Была, что стоматолога, вернулись. Мама поехала домой, я говорю, и дай я тут похожу, погуляю. Подышу воздухом, просто послоняюсь. Сегодня мне планировалось сделать два зуба. Как изначально она определила. Но в процессе выяснила, что соседний зуб тоже, его бочок тоже поврежден. Она говорит, у вас прям друг за дружкой. Один разрушает другой. Вот эти, знаете, бочками. Соприкасаются и именно вот там. Сейчас давайте, кстати, у меня три зуба сверлило, пломбировало. Боже, у меня уже рот, я уже даже не это. Из последних сил держусь, уже просто сил нет. Даже еще вот тут вот все оно. Кипец. По плану сегодня еще была чистка. Хотела уже почистить дома, коль я уже... Но не получилось, по времени не хватило. Записалась на сегодня, на 7.30, на полвосьмого вечера. Поэтому еще поеду позже вечерком. Уже добью это дело. И страница стоматолога закроется. Так что очень хорошо. Погодка наладилась и потеплела. Но полетел пух. Пух прям конкретно полетел. Вот за один, за два дня прям аж это. Скоро будут уже супруги пуховые. Пробежалась я там по магазинам. Возвращаюсь. Яблони в цвету. Прям жарко в куртке. Прям таки аж жарко. Но ветер, ветер прохладный. Это тоже что-то, не знаю. Вот эти круглые, наверное, бульдонезы или как-то так называются. Не помню четко. Промчалась там по этим, по косметическим магазинчикам. Вот это Простор, там Ватсонс. Интересно было посмотреть, какими марками идет торговля. Знаете, я бы и то купила, и то купила, и то купила. Но это же все тащить нужно. А в дороге прям иголка весит целую тонну. И ветер, да, свистит он тоже. Яблони, яблони. Какая красота. Очень зелена, очень зелена. Вчера Диана мне звонила, общались, разговаривали. Говорит, был в Кайсире дождь. Я думаю, блин. И мой муж говорит, вот, скоро в Кайсире придет поголодание. Я говорю, ну правильно. Из Стамбула выезжала дождь. В Киеве дождь. И возвращаюсь снова в дождь. А я уже пришла домой. Видите, кто тут сидит? Маргосенька. Маргоша-коша, да? Маргошик, что ты отворачиваешься? Чего? Слушайте, у меня всегда такой... Она так смотрит, у нее всегда удивленный взгляд. За счет того, что как-то вот так вот губы, видите, там сделаны. Рот приоткрытый, зубки видны. Да, Маргош? Моя кошенька. Коша. Не ударишь меня, нет? А то может. Может. Такая еще принцесса. Я, видите, перевоплотилась. Джинсовую куртку надела, представляете? Я же ее с собой взяла. Вообще, когда изначально я судилась в автобусе, я думала, Диана мне еще уговаривала не брать эту желтую куртку. Вот, зачем она тебе? Зачем, бери, джинсовую тебе хватит? Ну, я не знаю как. Я посмотрела прогноз на две недели вперед по Киеву и думаю, нет, возьму. Возьму. Ну, и вот эту тоже, думаю, на всякий случай. Потому что такое время года немножко странное, такой переходящий. Знаете, где-то я прочла, что это время выгула курток в руках. Такая вот погода. Ну, так что, вот это у меня очередная поездка к стоматологу. Вечер уже. Время. О, 220. Так, ну и все, сошусь. Я приехала заранее, у меня еще целых полчаса, видите, железный вокзал. Помните, я показывала вам парк? Он один в один тоже. Тут такой масик, а этот большой. Здесь такая церковь. Что здесь еще? Где-то мне Люда сказала, здесь есть эко-маркет. Мне надо зайти тоже поглазеть. Просто, просто поглазеть. Поскольку у меня еще полчаса, как бы отсюда я не буду далеко отходить, чтобы мне не потеряться. А то я такая, у меня вообще на дороге очень слабая память. Поэтому будем ходить по прямой. Здесь какая-то вот стройка идет. Люди уже прям с короткими рукавами. Вон девушка в шортах идет. Бегуны тут тоже пробегали. Короткие рукавы, шортики. Какие масики бегают, видите. Здесь вот прям целый ряд всеразличных кафешек. Новос супермаркет. Сама, честно говоря, иду все рассматриваю. Все интересно. Тут, кстати, вот 401-й, а у нас проходит не 401-й, а другая. 410-й. Парень, видите, как одет. Я уже возвращаюсь после стоматолога. На самом деле, что-то я задержалась. Время уже... Время уже 10-й час. Как-то людей мало. Слушайте, буду нарушать. Красный, но пойду. И как-то повечерело. Что там? Красавчик едет какой-то. Ага, 2, 1. Все, пошла я. Теперь не нарушаю. Хотела там пройтись, показать вам, поснимать. Вечернего Киева. Железнодорожный вокзал. Но, к сожалению, у меня что-то батарея села. Не села, но была на грани подсадки. Поэтому я ничего не сделала. Это я достала. Вот, видите, я же перед дорогой купила себе банк. Не знаю, показывала вам, не показывала. Но неплохой. Очень даже хороший. Прям похвастаюсь. Вот такой вот, видите. И мне понравилось, что здесь вот такие, вот видите, шнуры прицепленные. То есть, вот под айфон. Вот этот, что ли? Короче, я не знаю. Ну, просто мы... Когда я ехала в Киев, со мной ехала девушка. Она говорит, что я это... Я Ряшито на улице так холодно, говорю. А вы в джинсах дырявых, в этом на границе сидели? Она говорит, ну, это самое теплое, что у меня было. Типа, еду этой... Работаю в Катаре и еду к маме в отпуск. Я говорю, понятно. Я говорю, может, у меня есть кофта теплая? Я говорю, может, вам дать? Она говорит, да нет, мне как бы сверху нормально. А вот дырки, говорит, задувают в дырки. Но предложить мне больше было нечего. Ну, в общем. И уже в процессе она мне говорит, «А можно я подсоединюсь к розетке?» Я-то сидела около окна, а она нет. Я говорю, да пожалуйста. И она стала тыкать. А у нее, короче, вы знаете, какая-то... Ну, короче, какой-то переходник, который входит в зарядное устройство. У нее там вход другой. Она такая... О-о-о-о, боже, у меня же вход другой, который используют в арабских странах. Такой, как треугольный такой штырьки. Она говорит, «Е-мое, что ж мне делать?» Говорит, «У меня же батарея сядет». Я говорю, «А у меня есть банк, хотите вам дам?» «Зарядитесь». Она, «Да, ну давайте вы мне, типа, ну, как бы под утро дадите. Или утром. Чтоб я уже, говорит, ну, поддерживала связь с мамой. И могла, говорит, что-то посмотреть или там послушать». Я говорю, «Да не вопрос. Скажете, когда вам надо». И вот девушка у меня, самая первая зарядилась на этом банке. А теперь я все подхожу.